Привет! Это Линго, я Винченцо. Я люблю русский язык, поэтому пишу на моей футболке мои любимые слова. Сегодня я писал Петрович. Для начала не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Поехали! Ну конечно я не Петрович, я Джерардович. Это мой патронимик, как по-русски. Отечество. Вот, отечество мое, это Джерардович. Ну, звучит очень-очень хорошо. Ну, Петрович очень популярный, я слишил миллион раз. Ну, как вы прекрасно знаете, ну, в Италии у нас нет отечества. Как это сказать? Отечество. Очень русский, да? У нас в Италии нет такой. Хорошо, у нас есть фамилия, имя. Имя и фамилия. И все. Это очень круто, очень интересное такое третье имя. Давай говорим так. Когда это для меня, когда я слушаю, ну, отдай больше официальные, регальные ситуации, например. Ну, мне нравится, если люди зовут меня Винченцо Джерардович. Да, скажите, пожалуйста, да, я Винченцо Джерардович. Ну, это не бывает, потому что я не представляю себе... Как тебя зовут? Винченцо Джерардович. Нет, не делаю. Винченцо – это мое имя. И это очень-очень популярное имя, особенно в юге Италии. На моей семье есть три Винченцо. Две уже умели, третий... Женские имя, например, у нас есть как Маргерита. Ну, как пицца, знаете такое имя, да? Ну, Маргерита, Франческа, Роберта, Антонелла, Мария. Мария, ух, много есть, как Мария, Лучия. Тоже итальянский может возьмите имя от святой. Ну, моя бабушка, ну, она родится много детей, как 12-13, сейчас не помню, слишком много. Ну, когда будет уже как 7-8, они заканчивали имя. Поэтому просто открыто календарь и смотрел, какой святой сегодня? Роберто, вот, тебе зовут Роберто. Какой святой? Франческо, ты будешь Франческо. Ну что ж, я предлагаю такие имена. Баррикада, Бибелина, Пистелина. Вот так. Ну, это другая эпоха, когда было много ребенка. Сейчас, ну, знаешь, тоже, какие страны имя? Например, ну, там не смещено имя, например, Азия. Ну, Азия, как континент. Ну, это как если, ну, если в России ты решаешь, ну, решать имя для твоей дочки Африка. Италия. Италия это имя. Если вы любите Италию, очень много, может решать такое имя для вашей дочки. Каждые времена и каждый момент жизни есть такие имя очень-очень популярные. Самое популярное имя в юге Италии, я из юга, если не понятно, это Винченцо, Дженнаро, Чиро, Джузеппе. Вот, и на север имя больше как Пауло, Умберто, Роберто. Ну, звук немножко больше, другой, давай говорим так. Ну, это традиционное имя. Откуда мы возьмем такие имя? Например, Винченцо был имя моего дедушка. Есть такая традиция в Италии, что когда родился ребенок, ну, не всегда. Дедушка, бабушка, тетя, дядя, ну, которые или умели, или еще живой, но просто это приятно. Ну, понимаешь, если есть маленький ребенок, который зовут как дедушка, и мы думаем, что дедушка больше будет любить такой ребенок. Понимаешь? Ну, это немножко, а, о, мое имя, как маленький, как милый, вот так. Ну, тоже есть просто имя, есть семья, которые, ну, говорят, ну, просто, ну, какое имя будем, ну, мне нравится это, мне нравится это. Но слышно, что жена и муж может спориться за этим, потому что муж, ну, давай имя моя мама, давай имя моя бабушка, давай имя вот так, давай решим другое нейтральное имя. И все предложает отношения, вот. Как спасает отношения. Еще имя в Италии есть женский и муской, например, Винченцо, Винченца, Антонио, Антония, Франческо, Франческа. В России, не знаю, есть или так, как работа, ну, как Ирина, Ирино, нет, может быть, нет, или Сергея, Сергея. Помню, когда читал первый раз «Преступление и наказание», ну, я не говорил по-русски, ну, читал на итальянский, конечно. Ну, и там первая страница, там есть все имя, там был, ну, Родион, Роскольников, вот так. Потом предложил читать, и там были Роскольников, Родия, Родко, Родион. А я всегда вернулся первой страницы, а кто он? Это новый персонаж, откуда вы взяли? Ну, знаешь, может быть, вы думаете, что я, ну, я тупой, но... Ну, это не так легко, для нас. Ну, просто, ну, потом, если я думаю, ну, например, мое имя, это Винченцо, Энцо, Энсучо, Энсино, Энсу, ну, тоже есть, в принципе, такая система. Как вы делаете, как Александр, Саша, Сашенька, Сашенька, Саша Шкала. Еще разница между Италией и Россией, думаю, что в Италии есть имя как Пьер Пауло, Пьер Франциско, Гианн Антонио. Ну, это две имя вместе. Гианни, Антонио, Гианн Антонио. Пьеро, Пауло, Пьер Пауло. Зачем? Не знаю. Ну, может быть, один имя не хватит, я делюсь сразу две. Ну, звучит, когда есть имя, ну, как, да, как Гианн Антонио, Пьер Франциско, ну, немножко аристократик, да? Только звучит. Это не значит, что это царь или король. Вот так. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь. Очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Поставили лайк? Молодец. На сегодня все. А престо. Редактор субтитров А.Семкин